Я уже вижу, он вот так передо мной летит, вот так вот, понимаете, с такой скоростью он летел, я не мог даже сообразить ничего. Он летел 120, наверное. Хотя после аварии прошло уже достаточно времени, тем не менее, автоледи на Тойоте еще долго не могла прийти в себя и успокоиться. Увидев автомобиль, который выскочил со второстепенной дороги, она здорово испугалась. Руки от страха продолжали трястись, даже когда на место подъехали инспекторы ГАИ, поэтому заполнять полицейские протоколы пришлось ее родным. Я уже увидела, вот он вот здесь когда, я уже ничего не могла сделать, потому что он на меня, по моей машине, по переду, мою машину стала так мотать, и я кое-как вот сюда вот уже перестала, ну, как же могла здесь остановиться. Эмоции захлестывали многих участников ДТП. Пассажир автомобиля Митсубиси говорит, что их воздушные кульбиты больше напоминали постановочную сцену из фильма, чем аварию из реальной жизни. По его словам, когда машина пошла в занос, он приготовился к самому худшему, но в итоге не получил даже царапины. Знаешь, вот так вот, как Тойоту, я даже не знаю, вообще, я в телефоне, слушай, телефон звонит, серый, хоп, телефон, хватает, и вот глаза поднимает, чем, ну, прыжок. Автомобиль Митсубиси подъезжал к перекрестку по улице Сахарова. Согласно правилам, водитель должен был уступить дорогу и повернуть направо, но мужчина на лансере вылетел прямо в сторону трамвайных путей. Меня не подрезали, я выскочил, не уступил дорогу. Говорят, что якобы скорость у вас была большая. Какая скорость большая, 50 километров я шел, какая здесь большая скорость может быть. Да телефон у меня зазвонил, отвлекся. А повреждения такие устили на машине, ну, приметили совершенно? Ну, развернуло меня, на линию выкинуло, я же не знаю, подушки сработают. После столкновения с Тойотой легковой автомобиль Митсубиси врезался в столб, его откинуло на трамвайные пути. Не успели водители выставить аварийные знаки, как в японский паркетник, уже разбитый в результате первого ДТП, врезался мотоциклист. Байка летит, газелист притормаживает, как специально тормозит, тот оттормаживает, ну, уйти не может влево, короче, все, лошадь его. И дальше как подпрыгнул, врач. Мотоциклист смог среагировать. В последний момент он уронил свой байк и сгруппировался. Экипировка, а также шлем уберегли молодого человека от травм. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24. Присылай фото и видео.